меня сразу вот так берут короче и бросают со скалы в пропасть и я разбиваюсь о камни только с третьей попытки мне удалось войти в регулярные тренировки по кроссфиту с третьей первые две попытки были неудачны 10 июля 2013 года я сделал первый в своей жизни кроссфит комплекс тогда это была заруба заруба в интернете родилась в ю тубе на канале железного рейтинга нужно было выполнить комплекс 21 15 9 махи гири и бёрфи лучший результат в этом комплексе был пять минут хочешь меня убить убей и я пришел я же крутой спортсмен я готов со всех всех надрать посоревноваться и сделал его за 6 минут и умер очень тяжело голова кружится тошнит хорошая штука краски конечно мне это не понравилось нельзя начинать что-то новое такой оголтелый безбашенный совершенно неправильной манере нельзя 23 января 18 года через пять лет почти через пять лет я повторю этот комплекс и мы посмотрим умру ли я или нет гири весит 32 килограмма даже это легкий предстартовый мандраж сейчас раскислилась быстро и поговорим ты приколи да улучшил на 2 минуты и не умер второй заход мой состоялся примерно через год я потратил целый год чтобы переосмыслить как-то чтобы у меня вновь появилось желание попробовать crossfit и я пошел уже на групповую тренировку я не закончил эту тренировку тренировка была на улице и я пошел обнимать березку они стояли и смеялись надо я стал ну от crossfit этих короче и в итоге с третьего раза я потихонечку начал пробовать то свет тренировки комплексы просто упражнения без комплексов самостоятельно и без вот этого оголтелого безбашного подхода потихонечку стараться работать над выносливостью разучивать новые упражнения прогрессировать новых навыках силе и вот этот кайф это удовольствие того что у тебя получается ты прогрессируешь это самая сильная мотивация к продолжению ребят я вам рассказал свою историю мне интересно узнать вашу проголосуйте вот здесь как у вас произошло знакомство со спортом либо она была с удовольствием либо через боль и страдания и также поделитесь этим с нами в комментариях под видео кроссфиту предъявляют следующие недостатки это травмы это мы видим по публикациям в соцсетях все эти фейлы и падение штанги и так далее кроссфиту предъявляют проблемы с сердцем это мы видим также в соцсетях через видео с соревнований как люди обливаются потом валяются на карачках их тошнит их рвет это нас пугает и демотивирует наш подход он другой мы сейчас создаем такую систему тренировок от которой люди будут получать удовольствие им будет нравиться они будут прогрессировать мы хотим чтобы они постепенно потихонечку втянулись в этот процесс прошли путь стали сильнее выносливе улучшили свой внешний вид и чтобы это они это делали каждый раз с удовольствием мы подготовили базу упражнений в количестве пятидесяти упражнений к каждому упражнению мы готовим подробную видео инструкцию о том как правильно выполнять приступить к этой программе выполнив норматив вы должны уметь подтягиваться не менее пяти повторений вы должны уметь присесть со штангой весом 50 килограмм не менее пяти повторений и вы должны бегать три километра не дольше чем за 18 минут после того как вы пройдете эту программу вы сможете оценить свой прогресс потому что на старте будет тестовая тренировка и в конце будет тестовая тренировка и эту программу мы назвали кроссфит и в составление этой программы мне помогает профессиональный кроссфит тренер Илья Кузьмин всем привет спортом занимаюсь уже более 20 лет конкретно кроссфитом занимаюсь более пяти лет я являюсь официровым тренером по этой дисциплине Эту программу вы можете выполнять в любом спортивном зале, в любом зале для кроссфита Она состоит из простых движений и не требует большого количества оборудования Подключайтесь, тренируйтесь и мы ждем ваших отличных результатов И сегодня, 26 января, программа стартует по предпродаже со скидкой в 50% А для тренировок она станет доступна через 2 недели Хочу сказать, что мне даже как-то спокойно становится и тепло на душе Что теперь хоть появится что-то, чем люди смогут начать пользоваться И потихоньку переходить, пробовать функциональные тренировки И на этой радостной, приятной ноте я хочу с вами попрощаться, друзья Спасибо, что смотрели до конца Увидимся с вами в следующую пятницу Счастливо, пока!